Нет, пожалуй, девочки, не мечтающей стать русалкой. Вот и семилетняя Софья не исключение. С трех лет она ходит в бассейн, мультфильм о приключениях Ариэль, ее любимый. Поэтому, когда мама с папой на день рождения подарили ей удивительный костюм, хвост русалки для плавания, Соня была счастлива. Мне это очень нравится. В этом хвосте очень удобно плавать, он быстрый, он красивый. Мне очень удобно на камеру. В нем каждый может плавать. У меня была мечта с этой русалкой, и она у меня осуществилась. Теперь на тренировке Софья ходит только в своем суперкостюме, а плавать может по несколько часов подряд. Показываем, что в лосице полностью должен умереть. Довольно костюмом и мама девочки, говорит, хвост, как у русалки. Не только радость ребенку, но еще и, как любая физическая нагрузка, здоровью дочери польза. Для здоровья это просто замечательно. Ребенок, не понимая, играючиво, он и тренирует и дыхание, и ноги, и пресс, и спину, и то, что это в воде. Я очень довольна. Согласны с этим и инструкторы по аквааэробике. По сути, русалкин хвост – это моноласта, которая позволяет интенсивно тренироваться. Здесь такая очень активная кардионагрузка, направленная на все группы мышц. Также, например, занимаясь классическим плаванием, у нас работает очень активная спина, руки, и не всегда одновременно развиваются правильно все мышцы. Бывает очень часто, что одна нога более активно работает, чем другая. Здесь у нас все ножки есть. Выбора нет, чтобы какой-то одной толкаться. У них он и работает одновременно. Также работает поднос, потому что все время делается волна. В одну сторону, в другую сторону разворот. Именно поэтому в таком костюме плавают не только маленькие девочки, есть красноярские русалки и постарше. У меня очень креативные подруги, которые мне рассказали, а я очень легка на подъем. Тем более, после беременности и родов мне нужно приходить в форму, и я выбрала для себя этот интереснейший способ. Костюмы русалок в Красноярск доставляют из Германии. Стоит такой наряд около 5000 рублей. По сути, это купальник и чулок из эластичной ткани, на конце которого пластиковая моноласта. Я сама занималась подводным плаванием. Сама плавала в моноласте и прекрасно знаю и сама, что это комфортное плавание, особенно когда под водой находишься. Наоборот, она за счет большого широкого размера дает даже больше, лучшее состояние держаться на воде. Плюс уже неоднократно был опыт, когда дети, даже 7-летние, 6-летние, одевали впервые этот хвост, не занимаясь для этого плавания, и плыли как рыбки. Наоборот, чем младше ребенок, тем быстрее он привыкает к состоянию, что он не человек, а рыбка. К слову, в Германии девушки-рыбы очень популярны. Там есть даже специализированные школы, обучающие мастерству плавания с хвостом. В Красноярске русалки только появились, и не исключено, что скоро появятся и спецкурсы. Дина Володина, Всеволод Никитин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok